Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, 26 февраля, и давайте с вами посмотрим на графики евро и фунта, поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что как и европейская валюта, так и британский фонд очень сильно ввалились против доллара США, и на это есть ряд объективных причин. Первая – это хорошая фундаментальная статистика, которая у нас вышла по американской экономике. Это и отличные данные по ВВП за четвертый квартал, который вырос на 4,1%. Это пересмотрена оценка, которая ранее предполагала рост на 4%. Выросли у нас и объемы заказов на товары долгосрочного пользования. Это очень хороший показатель, который определяет стабильность американской экономики. И видим, что у нас очень серьезно закрасилось число первичных обращений за пособием по безработице в США до 730 тысяч. Это говорит о том, что американский рынок труда продолжает восстанавливаться после зимнего снижения. И, скорее всего, американская экономика будет только набирать и набирать хорошие темпы роста. Все это привело к резкому росту доходности американских облигаций. А, как вы помните, в последнее время я много об этом говорил. И резкий рост доходности все-таки вернул спрос на американский доллар, который и укрепился против евро, против британского фунта. И в целом по рынку была заметна существенная восходящая коррекция в пользу американского доллара. Рост доходности облигаций говорит о том, что инвесторы ждут от ФРС конкретных действий. Видим, что экономика американская начинает разгоняться. Пока инфляция, конечно, у нас в достаточно низком уровне, как и проблемы на рынке труда далеко не решены. Но это первый такой индикатор, первый сигнал для инвесторов, что процентные ставки будут повышены гораздо раньше, чем прогнозируется. А предпоследний прогноз говорил, что в конце 2023 года, потом пересмотрели на начало 2023 года повышение ставок. Но сейчас, как мы видим, экономика восстанавливается и разгоняется очень хорошо. И это может говорить, что ставки могут быть повышены и в конце 2022 года. А до этого нам, конечно, надо и свернуть программу выкупа облигаций, и свернуть программу поддержки ее стимулирования, которые сейчас наблюдаются. А сегодня будет обсуждаться в Палате представителей пакет, предложенный Джо Байдену на 1,9 триллиона долларов. Все это, в общем-то, и оказывает поддержку американскому доллару, и не удивляйтесь, если он дальше продолжит восстанавливаться против евро и других основных мировых валют. Сегодня в экономическом календаре у нас в целом ничего интересного нет. Посмотрим мы на ВВП Франции, посмотрим мы на расходы, посмотрим мы на инфляцию. В первую половину дня выступят у нас представители Европейского Центрального Банка. Напомню, они также боятся очень сильного роста доходности, и на протяжении этой недели, как и президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, так и другие представители ЕЦБ много говорили о росте доходности, о том, что ЕЦБ не собирается сворачивать никакие программы покупки активов, но пока мы видим, это не сильно им помогает. Во второе половине выйдут такие важные данные, как расходы наличного потребления, данные по уровню доходов и расходов американцев, могут оказать хорошую поддержку доллару, и выйдет у нас уже индекс на среднем потребителе от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В общем, день тоже достаточно насыщенный, и я думаю, что укрепление американского доллара может продолжиться и сегодня. Поэтому будем действовать исходя из новой образованной ситуации, и хоть эта коррекция, в принципе, пока не кричит о том, что тренд сломан, но нужно на это обратить внимание. Поэтому формирование ложного пробоя на 21.90, сигнал на продажу, как, в принципе, и закрепление ниже уровня 21.40, в таком случае можно ожидать снижения на 20.93, и открывается прямая дорога на 20.37 от этих двух уровней покупки сразу на скок с коррекцией 20-25 пунктов внутри дня. Если мы формируем ложный пробой на 21.40, либо закрепляемся выше 21.90, то в таком случае можно ожидать возврата евро на 22.39, откуда рекомендую открывать короткие позиции сразу на скок с той же коррекцией в 20-25 пунктов. Что касается британского фунта, здесь вообще произошло падение на 200 пунктов, и тут покупателям становится очень-очень тревожно, так как вот этот тренд, который он осуществлялся с начала февраля, находится под существенным риском полного перелома. Поэтому смотрим на уровень 39.83, видим, что сюда уже быки опять возвращаются, лишь формирование ложного пробоя, образует у нас сигнал на покупку, в таком случае задачей будет прорыв закрепления выше 40.48, тест с обратной стороны это сигнал на покупку дальше, и возвращаемся на 41.15. Здесь медведи попытаются выстроить уже нижнюю границу, верхнюю границу нового нисходящего канала, поэтому здесь можно смотреть смело продажи сразу на скок, тут и у нас средний скользящий. Если мы формируем ложный пробой на 40.48, либо закрепляемся ниже 39.83, ближе к открытию европейской сессии, то в таком случае, тестируем мы обязательно турнир снизу вверх, то в таком случае можно смотреть дальше продажи, и вернемся мы, я думаю, на 39.11, но более дальней целью, и более для медведей, в случае хороших фундаментальных данных по американской экономике, которую я озвучивал выше, будет, конечно, уровень 38.40 и 37.96. Здесь можно смотреть покупки на отскок с коррекцией в 25-30 пунктов внутренние. Всем удачи и хороших выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!